Всем привет! Хотел добавить насчет прошлого доклада. Была очень интересная тема, насчет человеческого фактора в разработке медицинских препаратов. Все же знают, как пенициллин появился. Есть такая история, что пенициллин появился в чашке К3 после того, как Преминг ушел куда-то на несколько дней, уехал в отпуск, приехал обратно, глядит, а там вот эти грибки уничтожили все бактерии. И так он узнал. Если бы это робот делал, если бы это делал какой-то искусственный интеллект, такого бы не получилось. И в этом плане у людей хорошая перспектива делать интересное открытие. Спасибо за интересный доклад, Андрей. Теперь хотя бы появилось представление о том, какие вопросы задают в Талле. Но сейчас немного другой вопрос. Мало кто знает. Да, вопрос в другом вообще. Что вообще за доклад такой? Небольшой дисклеймер. Я его готовил на прошлом Уче, буквально на самом Уче. И его тема была... Был кинематограф и герой-бойников. Изначально это была Mad Max, как примеры были. Но мне показалось... Ну, у меня как-то все сошлось. Я придумал доклад с таким термином, ромбовидная проблема. Он мне показался интересным. Я вот решил его вам показать. Сейчас все по порядку. Ну, во-первых... Во-первых, не работает ничего. Вы же проверяли. Ага, ясно. Надо включить, выключить. Отлично. Вот это вот мои данные. Это мой аватар. В виртуальном мире... Есть люди, которые называют меня L-капитан-веплой. Есть люди, которые называют меня Ветеран. 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 Ветеран, да. Ветеран, да. Извините, я опечатался. Значит... О чем это все будет? Многие, кто увидит это название, могут подумать, что это будет опять про объектно-ориентированное программирование. Возможно, это будет как-то связано с равновидной проблемой. Это... Ну, по-английски это называется Diamond Inheritance. Это основная... Ну, то есть это одна из глобальных проблем языков, в которых есть множественное наследование. И если один и тот же класс наследуется от двух классов, которые имеют суперпредка, какой метод должен вызываться, когда он вызывается в классе С? Ну, то есть из класса Той или из класса А. Но нет, это не об этом. Может быть, это... Как это связано с моим... 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 Типа, ромовидная проблема. Может быть, это связано как-то с пирастом, вот с тем аватаром, который там был... Нет, нет. Ромовидная проблема, она может характеризоваться вот таким вот слайдиком, то есть вот такой картинкой. Кто увидит, что на этой картинке... что на этой картинке маловая проблема, маловато. Нужно много строк. Ты имеешь в виду название первой строчке? Вы шоу будете не слишком сильно лагать, но больше строчек снимаете. Всего лишь один контрибьютор, это бессмысленно. Да, правильно. Проблема, проблема, которую можно видеть во многих open-source продуктах и вообще в рабочих коллективах, это когда один контрибьютор делает просто громадный коммитмент и все разводят руками и не знают, что с этим делать. И это вызывает большие... Ну, большие... Оттягивать мерш на код-ревью, не давать ему в мерш. Не всегда так получается. Это скетчер, который я сделал из реального проекта, из Ruby. Я потом расскажу подробнее про его историю. Ну, вот 17 тысяч срок поправленных, добавленных, будет очень сложно задумернуть. И особенно, если над проектом работают... То есть нету одного царя, особенно, когда над проектом работает комминития, совсем проблема. Так вот, собственно, любовидная проблема. Так что сейчас, в этом контексте, я расскажу немного про имплементацию JIT в Ruby, как мы к этому идем, немного про борьбу с зависимостью в голлэнге и расскажу, покажу, например, конкретных рамб. Еще будет чуть-чуть Node.js, просто, чтобы привести... Ну, то есть, просто, это, по-моему, самый интересный рамб из всех, которых я перечислил. Первое, пока ты далеко не ушел, на предыдущем-предыдущем свадьбе ошибки. Скорее, но... Первое скручение. Ага. Ну... Быстро взял свадьбы. Я был... Ну... Честный. У меня было много времени, там были длинные доклады, но не досмотрел. Спасибо. Так. Ну, здесь без ошибки. Здесь все правильно. Нормально. Значит, перейдем к Ruby. Что же в Ruby может привлекать таких рамбо-личностей? Скорее всего, ну, то есть, одна из самых интересных и глубоких проблем в этом языке это возможная имплементация джид. То есть, ну, то есть, где рамбо? Где рамбо? Вот здесь рамбо. Рамбо, ну, то есть, что такое джид-компеляция? Сейчас в Ruby ее, ну, то есть, спойлер, сейчас в Ruby ее нету, но активно пропихивают для того, чтобы увидеть ее там в версии там 3.0 и частично она будет имплементирована в 2.6. Как бы, ну, джид переводится, шифровывается как just-in-time compilation, но я бы сказал, что это ну, джава и товарищи, потому что джава это самая, ну, самая известная самая известная имплементация джида, пожалуй. Когда мы думаем, когда люди говорят джид, они чаще всего имеют джид в джаве. или когда люди говорят джид, они неправильно произносят гейт. Да, джид, но тоже проблема, кстати, проблема коммуникации. Значит, многие понимают, что такое джид здесь. То есть, я расскажу немного сумбурно, то есть, я коротко расскажу, но я думаю, что вы поймете, что это такое. джид, когда компилятор не просто интерпретирует ваши строки, вот как это сейчас рубит, то есть, есть инструкция для ярма, он их обходит и запускает запускает вызовы системные. джид заменяет обход каких-то узлов в ярле на скомпилированный байт-код для операционной системы и сразу вызывает его. это позволяет значительно ускорить выполнение программы и в общем это для этого и сделано. Есть разные виды джида, самый простой это mail-based джид, это когда например в Ruby есть vTables, то есть самая простая самая простая реализация джида для Ruby она просто проходит через все методы vTables и генерирует комплирует их в разные методы, которые могут вызываться в этом ну которые могут вызываться. То есть но это несет кучу проблем например в static typing ну то есть например когда мы комплируем этот байт-код мы должны знать про типы данных которые мы передаем и это вызывает самую большую проблему. Потом есть еще глобальные перемены время компиляции то есть джид в основном требует время на разогрев вот поэтому поэтому люди переходят на следующий какой-то уровень они имплементируют trace based джид это когда компилятор по сути сам себя пропалит смотрит какие методы называются и как и потом комплируют конкретные методы то есть это это такой метод based джид шаг вперед есть еще origin based джид но он значительно сложнее то есть он компилирует не метод он может комплировать блоки он просто может какие-то места в программе скомпилировать и сделать их значительно быстрее но при этом на данный момент только trace based решения для Румби существует и если говорить вообще про рамба в этой области то все началось а да то есть где это происходит то есть вот примерно примерно ну примерно картинка как работает Рубик компилятор и джид должен находиться вот здесь вот вместо ярф кода он должен сгенерировать ярф код с бинарными ставками и ну выполнять собственно на его самая первая ну то есть самая первая самая первая такая более-менее нормальная имплементация джид была сделана Шахей Урабе и он сделал бренч он назывался deoptimization бренч собственно это было о метод based джиде джид и он прошел спеки так два разочарования это как ты произнес это имя и то что это он ну то есть я смотрел я на самом ну то есть сложно понять в контексте обсуждения вот он это или она я честно не задавался таким вопросом да и тем более в этом обсуждении в этом бранче наверное больше комментариев на японском чем на английском и я совсем ну мне совсем сложно было понять так что я не отвечу на этот вопрос вот основные данные ну то есть вот ссылка на этот pull request и основная проблема вот этого конкретного рэмбо в том что до его pull request никто не добрался и он на данный момент не смержен и вряд ли будет смержен потому что он вряд ли будет смержен потому что появились альтернативные имплементации и они хоть они не так хорошо ну то есть они проходят не все спеки но при этом у них есть все шансы на то что на то что комьюнити обратить на них внимание и мы приходим к следующему рэмбо про который очень хотелось рассказать это Владимир Макаров он в прошлом году в семнадцатом году он выступал на кейнотах на рубиконфе и это был очень интересный доклад он работает в Родхете он живет в Канаде поэтому к сожалению он не доберется на нашу рубиконференцию на которой мы разыгрываем билет на которой билет сейчас разыгрывается но тем не менее его было бы очень интересно послушать вместо него будет рассказывать про Джит Михаил Бортник он будет рассказывать он будет рассказывать очень подробно и я бы советовал на него сходить что он сделал по сути он переписал всю ЯРФ машину весь ЯРФ и вместо того чтобы сделать ну то есть сейчас ЯРФ это стэк бейст машина и он сделал решение которое основано на регистрии бейст алгоритмах но по сути это вместо того что мы делаем какой-то стэк из вызовов мы делаем мы делаем какой-то вызов и мы можем увеличить количество аргументов то есть мы делаем мы передаем какие-то кортежи вместо ограниченного количества функций из этого код виртуальной машины становится меньше его проще оптимизировать но на это уходит больше процессорного времени и то есть там свои нюансы и он смог в два раза увеличить производительность Ruby основываясь на этом решении то есть первое что он сделал это он переписал ЯРФ и тот та картинка с мерчик с pull request которую я показал вначале это собственно его pull request значит и кроме этого он свою ну он предоставил несколько вариантов решения значит где он использовал LLBM для компиляции для компиляции JIT вот его выступления в бенчмарке все выглядит очень круто вот но для этого пришлось полностью переписать часть которая компилирует и обрабатывает код и и такаши какабам какабум какабум я не знаю девушка девушка это или парень Сергей предугадывая значит взял его решение и выкинул ту часть которая оптимизировала ЯРФ и он запилил pull request который скорее всего что войдет в 2.6 который ну который уже частично с мерджем то есть там эти изменения разбиты на несколько pull request и там все сделано постепенно и последовательно и 2.6 можно запускать с флагом минус-минус JIT и тогда вы можете там передавать какие-то аргументы типа количество методов которые он может таким образом оптимизировать или количество прохождения через метод для того чтобы он оптимизировал его ну и вы можете очень очень искусно играть с этим настройками для того чтобы оптимизировать память и скорость и это как говорят в Украине тут перемога вот и в 2.6 он частично включен так что это я бы сказал что это happy end в историях про Рэмбо про кого еще можно рассказать говоря про Рэмбо сразу сразу вспоминается ну то есть для меня сразу вспоминается история недавняя с GoLang кто пользуется GoLang кто особо кто представляет какие там проблемы ну что никто не пользуется ну это скорее скорее разные аудитории но в общем ну два человека пользуются только я не рубист я в этом проблема рубист особо не лезу туда я тоже наверное уже не рубист я фрилансер я работаю дома безусловно поэтому я иногда на B пишу вот основная проблема с которой сталкивается человек который пишет на Go это как свой проект включить зависимость от других людей то есть есть куча библиотек которые написали другие люди и не хочется использовать но у них всех свой интерфейс какой-то у них нету ну ты не можешь использовать порой ты не можешь использовать две библиотеки потому что у них разный логер и тебе нужно писать в рапах это смешно но я смеялся над этим историческим хохотом вот и это история про Рэмбо которого зовут Рас Кокс и он работает в Google у него очень много коммитов в Golang и недавно ну то есть довольно давно уже больше 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 двух лет в Google комминете идет так называемый официальный эксперимент который оптимизирует зависим управление зависимости это GoPoKK по-моему называется и его пилили очень долго ну то есть его пилили очень ну вот где-то вот так вот приходит Рас Кокс и предлагает свою утилиту которая называется Vigo и он просто полностью переписал Силай для Go в котором ну в который встроил пакетч менеджер и тот эксперимент который комминете вела очень долго и называла его официальным экспериментом ну он просто уходит в мусорное ведро потому что потому что просто появился Рас Кокс и значит просто какие-то свои наработки принес туда значит но к нему конечно к нему прислушались и он в течение там 7 дней после того как он выпустил эту утилиту написал 7 каких-то заповедей буквально он написал 7 артиклей 7 статей почему это важно и я только смотрел на это и думал как же как же этого человека как же у этого человека мало работы или как же у него какой же он продуктивный потому что ну я надеюсь что он это все приготовил заранее потому что это развивает комплекс неполноценности но смысл в том что смысл в том что он просто ни с кем не консультируясь из сообщества сделал свой проект который полностью который конечно делает все удачнее и лучше но при этом он перечеркивает работу комьюнити и с точки зрения комьюнити это выглядит вот так вот то есть он приходит просто со своими скрижалями и заповедями и многие это не воспринимают многие с этим спорят и существует существует уже форб ну или го без этого всего чтобы юзать что просто го нет так это есть форб го сила то есть это форб проекта го значит где он просто переписал команд лайн утилиту чтобы она работала нормально и объяснил как это должно работать вот в связи с до сих форб лиза таравера то есть они как бы сложно принять настолько новое что-то полностью переписанное вот как громадный pull request и есть вообще конспирологи которые утверждают что разработка голенга ушла в комьюнити и гугл хочет вернуть свое влияние на язык и поэтому это не Раско сделал а вот гугл через него пробовал продавить влияние в голенг который собственно сейчас разработка которого от него ушла куда-то в сторону то есть они как-то хотят свое внимание свое влияние вернуть вот ну противоречивый пример противоречивый пример Рэмбо потому что его с трудом воспринимает комьюнити и он перечеркивает многие усилия самого комьюнити вот самый смешной пожалуй пример Рэмбо это Рэмбо из Миро Ноджес многие могут догадаться о комф идет речь то есть о какой истории вот есть парень я не особо знаю как прочитать его но это определенно парень 99% значит вот и в какой-то момент он стал причиной по которой основная громадная часть приложений перестали работать я бы назвал эту историю Рэмбо Ревенч смысл был в том что у него был НПМ название которого название которого у каких-то юристов появились претензии потому что она повторяла название компании и вот они надавили через НПМ и НПМ попросила у парня переименовать НПМ сказал на меня это не распространяется я люблю свободу это опенсорс и удалил все НПМ пакеты которые у него были а у него было очень много НПМ пакетов и по какой-то ирония один из этих пакетов использовался с самой Node.js пакет назывался LeftPad значит все помнят и вот с точки зрения комьюнити это выглядело вот так то есть он удалил один пакет и все перестало собираться после ну то есть после этого появились люди которые говорили что он сделал очень классное дело он показал уязвимость этой системы и НПМ конечно сделал так что теперь пакет который ты загрузил паблик access ты не можешь просто так удалить вот кикс такси собственно это действительно было так то есть люди ходили смеялись говорили что сегодня можно не работать уже есть отмазка значит какие материалы были использованы я про джит в основном услышал про от Михаила Бортника на рубик медитейшн в Киеве и Михаил будет выступать как я сказал на рубик он фубай и его интересно послушать на эту тему вот еще ссылки какие-то там вегу пулликвесты которые я упоминал и спасибо вам спасибо вам вопрос у меня сразу стоит вопрос не смотрел конечно но если получается они хотят дальше в рубе ввести вот эту замечательную компиляцию то конечно будут теперь с акцентом выручать полностью или частично есть есть большие желания это сделать то есть это будет скорее всего что это будет частичная типизация которая ну которую компилятор может предугадать например вот ну то есть например вот этот там RTL то есть вот это вот регистры бейст виртуальная машина которую Макаров заменил YARP она ну такой же подход используется в Ирланге и ты там можешь не всегда писать тип ну вот но разговор о том чтобы сделать статик статик тайпинг в рубе ведется уже давно и скорее всего что это будет скорее всего что компилятор будет угадывать какие типы вы имеете ввиду и но это будет он будет при этом рубе будет работать значительно быстрее вот этот доклад Макарова который я показывал здесь он назывался TableK Note и он упоминал рубе 3 на 3 это как бы это идеология капса которая предполагает что 3 рубе должен быть 3 раза быстрее 2 вот и как бы как бы мне кажется что для того чтобы это достигнуть им придется все таки ввести типизирование 2.6 уже будет быстрее 2 раза то что компилятор будет догадываться какой-то тип ну такая страна ну вот ну потому что смотри у тебя же перемена может лежать сначала хэш потом рэй потом стринга в одной и той же перемен значит что она должна соваться на разные выступания каждый пожар да значит 3 новых перемен ну то есть когда ты будешь передавать разные аргументы выгодите разные методы ну то есть то есть то есть ну вот сейчас вот трейсбейст ну джит он строит ну то есть там есть в основном он делается с помощью еще одного трэда который профайлит выполнение кода и который может сказать что окей вот этот метод мы компилируем таким образом если мы его встретим еще ну если мы его еще раз встретим с другими аргументами мы его выполним ну в стандартном виде да но вот этот выполняется очень часто и поэтому мы его закинем в кэш вот из вот этих трех языков Саш про которые ты говорил ты сказал что ты больше не рубист наверное знаешь ты как гражданин мира да то есть и прошлый раз ну позапрошлый раз ты говорил что ты в Node.js перешел сейчас ты говоришь что на гостал писать нет ну я вот конкретно сегодня например я с руби кодом ковырялся то есть в основном каждый день новый язык нет ну это на самом деле три основных языка с которым я работаю к сожалению я бы организовал с его и руби но приходится иногда ну вот вопрос тогда тебе такое в преддверии конференции я слышал давно что руби умер теперь менее давно я слышал что он опять не умер и вот ты как считаешь с всем тем о чем ты рассказывал про джит ты продолжаешь скажи ты серьезно в это веришь это первый вопрос и ты продолжаешь любить руби это второй вопрос и третий вопрос не делать это тебя не кратило нет по-моему по-моему те принципы которые заложены в руби очень просто найти в других языках программирования в других языках программирования есть другая точка зрения на то как более эффективно сделать сделать программу например что делает руби уникальным ну то есть ну как что делает руби интересным это его человекориентированность то есть то что ты можешь простыми словами написать программу она будет выполняться вот можно сказать что Гулденк он тоже человекориентирован в том плане что он понимает он говорит тебе я знаю что ты что ты человек что люди делают ошибки и поэтому пожалуйста делай все делай все очень-очень скрупулезно вот и в этом плане ты в какой-то момент понимаешь что он тебя ловит то есть ты мог ты мог ну то есть ты мог и не понимать что здесь может выпасть такая ошибка но ты ее все равно обрабатываешь то есть ты делаешь программу которая ну да да сам язык программирования тебя заставляет делать ну программу которая делает меньше ошибок вот так это практически секрет-куль не совсем ну то есть да очень много очень много наоборот у них очень много общего я бы сказал я бы сказал что больше общего с Си потому что в супер-куль в дженерике это очень долгая тема которая в ГО очень интересно обходится то есть тоже это тоже тема отдельного доклада как в ГО обходить ограничения созданные вот этим статик-тайпинге отсутствием дженериков там очень много извращений прикольных ну то есть там ну то есть там появляется такая вещь по-моему там с 1.5 что ли ну в общем появляется такая вещь как генераторы это такие макросы которые помогают тебе сгенерировать новый код во время выполнения это делает это делает программы еще более непредсказуемой ну все то есть то как я сейчас вижу вот этого то есть многие говорят что вот рельсы ну то есть там рельсы это слишком это слишком непредсказуемый фреймворк то есть ты не можешь то есть тебе нужно брать более простые библиотеки чтобы понимать как это все работает но если посмотреть куда сейчас двигается там западное общество то все приходят к какому-то подобию рельс я имею ввиду Java Spring например и многие говорят что вот в Java ничего не будет в рантайме падать нет будет потому что Spring использует аннотации и аннотации они обрабатываются в рантайме и ну то есть многие аннотации это делают ну то есть обрабатываются в рантайме и из-за этого можно спокойно в рантайме схватить ошибку которая ну вот которая будет очень Ruby-like ну то есть Ruby специфическая ошибка когда ты описался когда ты сделал опечатку в чем вот так что тут все балансируют то есть есть все хотят ну то есть джависты хотят в Ruby рубисты хотят в Go в Go хотят в C хотят в Java и так далее ну то есть ладно хотя сишники в Java ну я вообще не знаю особо людей которые хотят в Java но я знаю людей которые хотят в Enterprise через Java но вот еще вопрос да смотри вот если всем нравится Ruby синтаксис но многих не устраивает его перформанс если он видает то почему Crystal не взлетает хороший вопрос ну про Crystal мало людей знает видимо и у него нету такой такой богатой истории кроме этого Ruby критикует не за скорость потому что скорость можно например количество машин добавить да или там можно там можно можно как-нибудь там использовать JRuby например и можно обойти Jill каким-то образом но ну то есть в какой-то степени да ты не сможешь гемы использовать но при этом в Ruby моя громадная претензия к Ruby это в том что в Ruby можно делать очень простую ошибку которую ты не увидишь во время компиляции которую ты увидишь только через сообщение менеджера к тебе который тебе напишет что у тебя там какой-то баг или такое типа я глупый глупый сюда же можно я думал что сюда приходят интеллида в виде айдишников а сосед айдишники сделал ареем стрингов и у тебя у тебя что-то свалилось из-за этого и ну вот динамическая типизация в этом плане она может быть проблемой и особенно если в проекции не пишутся тесты и ну то есть это ну то есть вот это вот по-моему то есть вот это вот по-моему одна из таких глобальных проблем в Ruby потому что на ну то есть в Ruby проще допустить ошибку так почему Crystal со стручными типами я могу даже ответить в какой-то степени ну то есть так уже говорят что уже вместо Ruby спеков можно использовать Rails просто если приложение поднимается на Rails то есть если если Ruby компилятор ну то есть если имплементация Ruby поднимает рельсу это значит что она пройдет Ruby спеки и если Crystal поднимет Rails это сделает ее номинантом на лучший Ruby понимаешь если бы хорошо если бы в Crystal был такой фреймворк громадный распиаренный то скорее бы с его к ним потянули ну просто кроме этого рельсы были первыми теперь они захватили умы и их не так просто отвоевать потому что я видел фреймворки похожие на рельсы на PHP но тем не менее PHP не отыгрывает что там с временем на компиляцию в Crystal это же тоже боль ну время на компиляцию это не такая боль как отловка ну то есть как ну да кстати если он будет компилировать это Rails приложение два часа это будет проблемно то есть вот Crystal не хватает Rails для того чтобы быть Рубер лучше Рубер было